Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это продолжение прохождения Year Walk. Я решил не томить душу, вначале разобраться вообще, что тут надо делать, а потом уже, собственно, и делать. А делать тут надо следующее. Вот я посмотрел в советах. Обойти церковь в священном порядке, вот та вот сраная церковь, которая была. Вот этот дом с хитрожопой такой рожей, это оказывается церковь. Так вот, его надо обойти в священном порядке, большой рунический камень раскроет секрет. Окей, ну это было легко, я его нашел, он вот здесь. Я сейчас нахожусь вот здесь, на Вороньем холме. Вот здесь большой рунический камень. И когда я туда пришел, мне такое западло было вот сразу же. Так, секунду, это не то. Вот сразу только я туда пришел, и так смотрю, и нихрена он не раскрывает секрет церкви, там говно какое-то. Открываю следующий совет. А маленькие рунические камни раскроют секрет большого. Я думаю, твою мать, сука. Вот нельзя было сразу, надо было сразу все советы открывать. Маленькие рунические, пожалуйста. Вот первый, вот второй, и вот третий. Значит, что я подозреваю? Я, во-первых, сижу сейчас как последний идиот с ручкой бумаги, с ручкой бумагой. То есть я перерисовываю. Вот, пожалуйста, маленький рунический камень, я перерисовал вот этот символ. Теперь я сейчас пойду за двумя другими. Я решил сразу начать с этого, потому что я не люблю, так, вниз, вниз, не люблю оставлять напоследок самое легкое. Этот сраный рунический камень находился дальше всех, поэтому я пришел сразу сюда. Теперь, что теперь? Теперь нужно еще два. Нужен еще вот этот. Он недалеко, поэтому сейчас туда и направлюсь. А с него я тоже срисую. С него я тоже срисую. Видимо, это пригодится. Я, правда, не совсем понимаю, как я буду все это вводить. То есть, во-о-о-о! Так, стоп-стоп-стоп. А я что-то не совсем выкупаю. Так, сейчас я это буду сидеть реально тут калякать. Раз так, вот-вот так. Так, и, блин, таким говном занимать, господи, боже мой, 24 года, мать его. Люди уже, я не знаю, бизнес в этом возрасте начинают. Так, хорошо, сделал. Теперь нужен третий. Вот, пожалуйста, третий. До него еще хер пойди доберись, тут надо обходить. Значит, сейчас вниз, потом влево, потом вверх. Окей. Вниз, теперь влево довольно долго. О, Удмурт, здорово. Довольно долго сюда. Теперь, о, тихо-тихо-тихо-тихо. Вверх. Да, сука, не то. Значит, у меня совершенно нет никакого, ни малейшего представления, честно говоря, как мне все это там изобразить. Вот, я просто помню этот рунический камень большой, как он выглядит. Вообще нет никакого. Так, и вот сейчас будет, значит, финальный аккорд. Да ни хера себе. А я что, должен это все там нарисовать одновременно? То есть, я должен все эти три рисунка, получается, как один нарисовать? То есть, надо будет сопоставить какие-то еще, я не знаю, общие точки всех этих рисунков. Так, я правильно это срисовываю? Да. Это вроде вот. Вот теперь главное еще, чтобы я правильно это все срисовал. Потому что, если где я чуть-чуть ошибусь, то все, пиздец. Я же никогда в жизни не пойму, что я делаю не так. Так, ну окей. Ладно. Ого. Тихо, тихо, тихо. Да тут все окровавлено. Мамочки. Так, все. Тут я, значит, не купаюсь. Теперь. А я хотел, да. В проруби как-то закаляться. Это ж круто. Теперь вот. Тат-тарадам. Понятия не имею, что за фигня. Так у меня всего лишь сколько точек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть точек. Как я могу на шести точках все это, блин, нарисовать? Вообще не малейшего представления. Ну ладно. А, хотя. Я тут, я так думаю, может быть, нужно отдельно рисовать эти. Но это было бы самым логичным. Как можно все это изобразить одновременно, одним сплошным рисунком? Невозможно. Наверное, надо отдельно. Ну давайте. Так, попробуем. Начиная отсюда, потом сюда, сюда, сюда и сюда. Это первый. А, и вот, да, и загорается. А, отлично, отлично. Слава тебе, Господи. Хорошо. Тогда уже получается проще гораздо. Давай вот так. Это второй. Есть, есть. Все, прям я все. Я спокоен. Я разгадал страшную загадку. Теперь сюда, сюда. Вот этот рисунок непростой такой. Оп. Готово. Готово. Загорелась эта херня. И, и что? Влево. О, я это, наверное, тоже зарисую. Влево, потом вправо. Так. Потом влево. Причем два раза. Все. Почему-то. Потом опять вправо. Господи. Вот, 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 блин, капец. Потом вправо. Так. Так. Потом влево. А почему два раза? Это что означает? Что я действительно два раза должен туда-сюда ходить? Вправо. А, все. Давайте на всякий случай проверим. Я могу еще раз? Я могу? А если бы я забыл? Не, ну какого хрена? Ну, давайте еще раз посмотреть. Я все-таки, наверное, я не уверен, что я... Мне кажется, я в одном месте мог немножко ложануться, когда срисовывал. Поэтому сейчас я снова зажгу. Это же не тяжело совершенно делается. Так, чисто. На всякий случай. И буду сравнивать. Так. И теперь последний. Он самый такой мудреный почему-то для меня. А вот сюда. Да. Сейчас еще раз внимательно посмотрю. На всякий пожарный. Так. Окей. Два раза влево. Окей. Не знаю, почему двойная стрелочка. Это вправо. Да. Отлично. Теперь влево-вправо. Правильно? Влево. Ага. Да-да-да-да. Теперь вправо. Да. Кто тот невидимый благодетель, который эти сраные елочки мне рисует? Опять вправо, потом влево и вправо, да? Влево. И вправо. Верно? И вправо. Все. Отлично. Ой. Замечательно. Получилось. И теперь нужно искать дорогу в церковь. Назад. Вот я уже, собственно, и вижу путь. Вот сюда мне надо. Теперь вот сюда мне надо. А теперь я уже нахожусь практически рядом. Осталось только обойти с сара этого. Свонсона, Свансона, Свинсона. Так, и вот сюда. И все. Так, хорошо. Хорошо, я понял. Значит, обходим влево-вправо-влево-вправо. Давайте. Так. Раз. Раз. Ага. Вот это значит, что мы один раз обошли. Влево. Так. Чувак похудеет за все это время. Я не знаю. Если он жирный, то... Право. Так. Теперь куда? Вправо-влево-вправо. Окей. Вправо. Теперь. Влево. А я думал, что это за маска? Она нам просто отмеряет как бы. Вот блин, я сейчас немножко замешкался. Это не повредит, а? Есть. Фух. Сработало. О, замечательно. Сейчас мы войдем в чертоги какого-то полнейшего говна, я так понимаю. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Тихонько. Козлик. Козлик, здорово. Энциклопедию можно открыть, да. А вот и он. Церковный грим. Давайте, чтобы было страшнее, знаете, о чем вообще речь. Что это за сволочь, что она сейчас с нами сделает. Из всех существ в шведском фольклоре церковный грим был, несомненно, самым запутанным и определенно самым страшным. Ну, Хульдра меня напугала больше, не буду скрывать. Мало что известно о нем, так как даже разговоры о нем считались плохой приметой. Появление церковного грима разнообразно настолько, что сложно что-нибудь сказать о природе его происхождения. В средневековье при строительстве церкви животных иногда хранили заживо, прям под зданием. Наиболее часто коз, так как они были сравнительно дешевыми. Также существуют истории, что таким же образом хранили преступников в качестве, как косы преступников. Вообще, нормально. Они, наверное, я так понимаю, они обвинялись в преступлении скотоложества или что? Что их вместе-то хранили, чтобы теперь не скучать на том свете? В других вариантах сердце преступника вырезалось и помещалось внутрь туши животного, принесенного в жертву. Сердце было центром многих мифов окружающих грима. Истории с юга Швеции рассказывают, что если бы вы смогли прикоснуться к сердцу церковного грима, вы смогли бы смотреть в глаза сотворения. Церковного грима, наверное, да? То есть мы могли бы видеть, как два козла ебутся, защинают церковного грима. Церковный грим охранял церковь от воров и грабителей. Но даже честные люди избегали церковь ночью. Церкви, может, избегали церкви ночью. Кто переводил? Некоторые истории говорят, что если вы были не настолько удачливы, оставшись последним, чтобы умереть в течение года, вы могли служить церковному гриму в следующем году. Это вот, типа, мой босс сейчас будет. Есть и другие истории, которые предполагают, что церковный грим... Истории, которые... Истории, которые, понимаешь, я вообще русский язык первый раз учу, да? Церковный грим не был хранителем всего, но был разновидностью паразита, который высасывал энергию из церкви. Какую энергию дряхлых старых бабок, которые там поклоны бьют, пока он питался людскими надеждами, мечтами и страхами. Недавняя и противоречивая теория предполагает, что церковный грим был тесно связан с безымянным божеством бронзового века. Ладно, готовимся усыкаться. Погнали. Ну чё, церковный грим? Напугай меня как следует. Чтоб я обоссался прям. Чё-то с тобой можно сделать? А, я могу тебя раздеть? Обалдеть. Какая эротическая сцена. Раздеваем церковного грима. Ух ты, вот это у тебя... Это сердце преступника, которое тебе козлу... О, а чё это? Подожди, я не буду пока сердце брать, чё-то его так плющит. Ага, ага. Да-да-да. Ой, неприятно, да, гримушка? А ну забираем. Так, так, так. На тебе по твоему сердцу сраному, мудак. Больно, да? Аритмия замучила, инсульт. Ой. Я разбил ему сердце. Я разбил этой церковно-гримовской паскуде сердце. Ого, вот это вообще невесть, что сейчас происходит. Я даже не знаю, чё на превью ставить. Столько всего интересного. Так, окей. Чё делается-то? А, ну понятно. Разбиваем все кристаллики. И что дальше? Ага. Вот это можно нажать? О, мини-хульдра, наверное. Кто это? Ты кто? Милая девица. Просто... Теперь слишком поздно. Это что, значит, игра на время была? Я что, опоздал куда-то? А. О. Нет. Чего-чего? Такого я вообще не ожидал. Мы можем вращать это говно всячески, правильно? Кубик-рубик. Вот любители... Только это не кубик, а это... Хуй пойми, что рубик. Так, чё-то там написано. Тихо-тихо. Я не могу... Я не могу прочесть, извини. Кубик, ты... Ты так не... Не суетись. Я нихрена не понимаю. А, я понял. Надо крутить его, крутить. И тогда, чем больше мы его крутим, тем более там проступает всякого говна. Да-да-да-да-да. Ого. О. Вот это сериал. Сальвадор Дали считал, что он гений. Да он просто пиздюк по сравнению с теми, кто это придумал. О. Коняка. Ничего не изменишь. Да я как-то... Не то чтобы... Я не претендую, чувак. Мне бы просто выбраться из всей этой жопы. О, ручка упала, которую я зарисовал. Надо поднять. О. Коттеджик. Вот эти вот символы. Чё мне с ними делать? Ну, просто их проклацать, да? Окей. Окей. Допустим. А, не. Наверное, надо... Один. Два. Три. Вот так. Вот так. И вот так. Логично же. Ага. Да-да. От меньшего к большему. Здорово, Утбурт. Да где мы вообще на... Что это такое? Твою мать. Решение уже принято. Ничего не принято. Я... Какое решение? О чём ты говоришь? Тут что, кто-то штамп поставил? Или что? Так. Эээ... Это уже... Ой, вот это уже что-то совсем... Совсем-совсем... Мозговыносящий. А... А здесь я могу? Тихо-тихо. Не, ну это подождите. Это я вообще не выкупаю. Чё... Чё вы хотите-то от меня теперь? А, во. Там был какой-то... Блин, была какая-то там сраная доска, я помню. А ну, советы. Раскрыть совет. Поверни алмаз вселенной. А, вперёд-назад, вперёд-назад. Вперёд-назад, вперёд-назад. Ээ... Вперёд-назад, вперёд-назад. Чё это за... Чё за херота? Какой... Какой вперёд, какой зад, блин? Тут нет переда-зада. Тут есть... Да, хорош. Эта музыка сейчас меня просто... Убьёт. А, я реально сейчас помру от громкости. Так. Какой вперёд, какой зад? Где тут вперёд, где зад? По-моему, я застрял. Я тут никогда не разберусь. О! А ну... Может быть, вот... Вот так? А потом вот так? Так, это вперёд-назад? А ну стоп. Ага, да. Короче, я сейчас буду... Ой, у меня чё-то... Мышка глючит. Твою мать, а? Мышка, падла, глючит. Ладно, я возьму обычную мышку. Не такую. Вперёд-назад. Всё, я понял. Я просто буду вот так вот делать много раз. Не, ну загадка просто потрясающая. Вообще. Не, нет слов. Там какие-то кусочки отваливаются. О, тихо-тихо. Там кусочки... Стоп. Раз, два. Раз, два. Раз. Так он их собирает, а он должен их сложить наоборот. Правильно? Теперь осталось всего три. Окей. Так. Уже четыре, блин. Какого дьявола? Как... А-а-а. Стой. Стой. Ну, 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 сла... Да куда ты набираешь-то этого дерьма? Ты чё, турак, что ли? Вперёд-назад. Тебе же говорят. Поверни, блин, алмаз. Вот. Попробуй поверни этот алмаз. Проще повернуть какую-нибудь жируху родом из Америки, которая 600 кило весит. Её и то проще повернуть куда угодно. Любые вообще... Не то, чтобы я разбирался в жирухах. Так. Я уже... О, отлично. Всё, всё по новой. Я чё-то... Я чё-то не так делаю. Вперёд. Вот. Одну... Одну сложил. Правильно? Ага. Теперь. Потихоньку. Ага, ага. Так. Потихоньку. Чё он сейчас? Вот. Тихо, тихо. Так. Отлично. Теперь. Всё. Я всё это буду делать очень аккуратно. А, ну. А чё у меня не получалось? Чё это я понять не могу? И вот последний. Есть. Есть. И теперь вперёд-назад. Вперёд-назад. Окей. Ох, птичка. Ну ты птичка, сука. А сейчас ещё церковный грим. Так я вообще там босрусь. Если церковный грим, там, наверное, такое задание будет. Ты не должен больше приходить сюда. Да никогда в жизни, блин. В это говно я больше не приду. Я вообще не знаю, где я, во-первых. Как сюда прийти? Да, вот он, пожалуйста. Церковный мотив. Грим. И чё? Так. Давай его вращать изо всех сил. Не знаю. Сердце. Я же должен сердце достать, правильно? Вперёд-назад. Чё? Рога, может быть, его сраные. Так. Так. Ладно, советы. Где там советы? Раскрыть совет. Поверни голову грима. Да что вы говорите? Пока полностью не закроется? А. Ага, ага. Вот так. Вот так. Вот так. А, в одну сторону надо всё время крутить. Ну ты пидарас, короче, а? А, не. Всё про... Я думал, я думал, у меня не вышло. Ух ты, сраный грим. Напугал. Фух. Нервы, нервы. Я. Головка от хуи. Не люблю. Тебя. Да, взаимно. Больше. А раньше любил. Ну, чё-то вот так как-то. Это, наверное, конец. Не знаю. Честно, не буду врать, концовка не очень мне нравится. Какая-то фигня в конце вообще. Вот это уже интересно. Вот, вот это мне нравится. Красиво. Карта. Карта не нужна. Вот это обалдеть. Это красиво. Это я попал вообще в какую-то просто потрясающую местность. Надо признать. И чё, далеко мне так? Никаких звуков, кстати, нет. Или, или, или погромче надо сделать. Ну, звуки шагов есть. А опять же, моему главному герою не надоело вот так вот ходить? Ой. Ой-ой-ой. Боком. Я имел в виду. Это же, это же та, с кем я разговаривал перед тем, как всё это началось. Вот, чё, чё-то вот так вот вышло. Оригинальная история. Джонас Терста. Да, Джонас. Я тебе должен сказать, история очень оригинальная. Я такого в жизни ещё не видел. Дэни Лолсон. Музыка. Идёт неплохая такая какая-то фольклорно-норвежская такая приблуда музыкальная. Мне она нравится. Ну-ка, сейчас, секунду. Ода Джой. Написано и исполнено Джонатан Энг. Это, кажется, Джонатан Энг поёт. Молодец, Джонатан. Неплохо. Ла-ля-ля-ля-ля. Да. Большое спасибо за помощь и содействие Аса Валандер. Это вот эта вот девка. С неё срисовали, получается, вот эту самоубийцу. Или убили. Благодарности. Бэби Селма. Малышка Сельма. А с малышки Сельмы, наверное, срисовали этих утбурдов, которые корчатся там в крови. Программирование и дизайн. Магнус Гордон Гардебаг. Гардебаг. Молодец, Гардебаг тоже. Адаптация истории, арт и звук. Флессер. Тоже молодец, Флессер. Все молодцы. Я, собственно, ещё на это всё это смотрю. Я хочу понять, что меня после титров ждёт. Сейчас, наверное, какой-то скример будет. Симога. Мне почему-то кажется, что эти разрабы, они не успокоятся просто титрами. Что-то должно вот сейчас вот быть такое оригинальное. Опа. Всё это записано. Всё это записано. Всё, что случилось. Где записано? Можно мне... Вы книгу написали по мотивам, что ли? Я бы почитал. Оно может измениться. Оно может измениться. Доставь сообщение по номеру, да? СМС. Дневник. Ого. Как-то одни слова с другими не состыкуются в одно предложение. Секрет спрятан. Опа, опа, па, па, па. Тихо, тихо. К северу от мельницы. Доставь сообщение. Дневник. Секрет спрятан к северу от мельницы. К югу от ручья. Север мельницы, юг ручей. Помни. Помни кого-то, говорит. Помни кого-то в страстном объятии, может. Секрет. К северу от мельницы, к югу от ручья. К северу от мельницы, к югу от ручья. Хорошо. Так, сейчас на всякий случай я... Вдруг я аутист. К северу от мельницы, к югу от ручья. Я это записал даже. Вот такой вот я. Такой вот я внимательный, четкий игрок. Прогуляться снова? А где варианты-то? Откуда, куда, куда жать? Так. В былые времена люди пытались заглянуть. А, ну это понятно. Блин. Ну, значит, на этом пока все. Я думаю, это финальная серия. Но я еще сейчас посмотрю, что там за секрет. Чисто для себя. И если он интересный, я это тоже могу, в принципе, и заснять потом. Посмотрим. Ну, а на этом все. Можно считать, что игру я, в принципе, прошел. Реально классно. Мне понравилось. Правда, в конце вот они, по-моему, немножко переборщили с психоделом. Не то чтобы обосрались, но переборщили. Можно было не так это все, конечно, закончить, а как-то значительно поинтереснее, чем крутить какие-то абстрактно выебанные какие-то кубики. Но и на том, что есть спасибо. Было оригинально, было интересно, было классно. Местами жутко очень. Такая давящая атмосфера. Интересные загадки. Действительно интересные. Так что я доволен. Всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, ставьте ему лайк. И всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok